Утренник в Львовском детском саду начинался как сотни подобных, с хоровода нарядных малышей. Но потом взрослая гостья праздника решила познакомиться с детьми, и оказалось, что не все они ей одинаково приятны. Ирина Фарион, депутат Львовского облсовета, шла по кабинету и сортировала трехлетних детей. Марк, Юрчик и Катруся экзамен выдержали, а вот Миша и Маша нет. Предложив Маше и Алене паковать чемоданы, она перешла к теории. Учебное пособие у нее оказалось с собой. Слева на памятке неправильные имена, справа правильные. Родителям униженных публично детей пощудился здесь обыкновенный фашизм. Я на все это негативно отреагировала. Потому что если дома ребенка зовут Миша, то и в садике он Миша. Так же, как и Лиза, везде будет Лизой. Не надо на этом делать политический пиар. Знаменитый теперь Ирина Фарион, активист националистического движения «Свобода». Лидер партии Олег Тегнебук участвовал в прошедших президентских выборах, но набрал менее полутора процентов голосов. Очевидно, после этого они решили работать с избирателем, начиная с трехлетнего возраста. Сама Фарион после детского утренника срочно ушла в отпуск, а ее соратники по партии не увидели криминала в этом открытом уроке. У «Свободы» никогда не было предрассудков по поводу национальных меньшинств. Все, что было сказано детям, сказано было только потому, что мы увидели, что никто не задумывается, как друг друга называть. Правозащитное движение «Русскоязычная Украина» отсмотрела ролики, которые взорвали интернет, и увидела там несколько уголовных статей. Уже отправлен запрос в генпрокуратуру. Ну, квалификация одна – это мерзость и подлость. Это, по сути, насилие над детьми. И, ну, крайнее проявление национализма, по сути, превращающее в фашизме. Заканчивая свой урок ксенофобии, львовский политик привела и исторический пример. Разве можно хоть на минуту представить, чтобы маленькому Степану Бандере говорили дома «Степа, иди есть борщ!» Судя по всему, и сама Ирина Фарион рискует войти в современную украинскую историю как крайне одиозный борец за национальную идентичность.